Насколько наш город приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья? Вопрос о доступной среде, особенно для маломобильной категории граждан страны, находится на особом контроле президента Владимира Путина. Необходимость принятия эффективных мер для возможностей перемещения инвалидов в общественных местах отмечена в майских указах. Насколько они реализованы и есть ли в Наринмаре доступная среда, говорили на заседании регионального штаба Общероссийского народного фронта. Для того, чтобы быть объективными, члены Народного фронта совместно с представителями общественных организаций инвалидов проверили на себе доступность социальных объектов в Наринмаре. Под прицел фронтовиков попали 40 различных учреждений, но итог оказался неутешительным. Не везде есть пандусы, а где они есть, много других различных преград, которые не дают попасть в помещение инвалиду в коляске. Кнопки вызова также есть не на всех учреждениях, а где-то они просто не работают. Большей частью мы столкнулись с такой проблемой, что пандусы есть, но дальше двери мы попасть не можем. И в принципе из 40 обследованных объектов мы можем только сказать, что три наших объекта достаточно качественно устроены для инвалидов. Инвалиды без проблем могут попасть в многофункциональный центр города, третью баню и ледовый дворец Труд. Программа «Доступная среда» начала действовать в России в 2011 году. Ранние полномочия по исполнению всех необходимых мероприятий в рамках программы находились в ведении Архангельской области. В результате обязанности практически не исполнялись. С этого года все права переданы нашему региону. Сейчас в администрации разработана и принята дорожная карта по доступной среде на 2016-2020 годы. Данная дорожная карта будет являться источником для принятия и реализации программы «Доступная среда» на следующие годы до 2020 года. К концу 2020 года дорожная карта предусматривает адаптацию всех объектов социальной направленности. Это и культура, и образование, и спорт, и здравоохранение. По заключению фронтовиков программа «Доступная среда» реализована в нашем регионе лишь частично. Впрочем, как и во многих других субъектах России, сейчас не возникает проблем при посещении социальных или культурных объектов только у жителей и гостей Сочи. Остальные россияне, прикованные к инвалидным креслам, вынуждены довольствоваться малым. Алина Волучейская, Алена Валерий, Роман Дельмарский, Телеканал «Север». Продолжение следует...